Школа Олимпийского резерва осуществляет рейдерский захват спортсменов, именитых наставников. Громкий заголовок облетел бурятский сегмент интернета. История вкратце. Один тренер переехал в другой регион, один остался тут. Еще один должен был, по мнению родителей, встать на место уехавшего. Но школа Олимпийского резерва спутала все карты и назначила абсолютно другого человека, который даже не знаком с этими спортсменами. Я так понимаю, прекрасная история. Когда есть 21 спортсмен, один член сборной России на будущий год, остальные все члены сборной Бурятии тоже на будущий год. И вот эта вот девушка будет за счет нашего многолетнего труда получать зарплату. Речь идет об этой девушке Нина Александровна Дулмаева. Именно она выиграла конкурс, чтобы стать тренером у спортсменов Протасовой. Комментировать это дело она отказалась. Я считаю, что немножко, даже не немножко, а множко ситуация раздута. У нас с этого года по 127 закону все спортивные школы отнесены к Министерству образования. И появились новые требования, по которым все места занятия, учебно-тренировочные занятия, должны проводиться в местах, которые прошли официальную лицензию, получили лицензию на проведение спортивных занятий. Для пулевиков у нас единственным местом, которое, значит, получило лицензирование, это является тир центрального стадиона. В свою очередь, Протасова не понимает, как центральный стадион получил лицензию. С мая по сентябрь в подвале стадиона, где находятся галереи по пулевой стрельбе, все затоплено. Наводнение там по щиколотку, потом по колено, да, то в этом году доходило, если не ошибаюсь, до 140 сантиметров. На это время перфор никакого альтернативного тира не предоставляет. То есть фактически здесь нужно самим придумывать какие-то варианты, как тренерам, либо прекращать тренировочный процесс вообще. Тренировать детей на пару с Протасовой должна была, по мнению родителей, и самой Протасовой Юлия Суетина. Она также приложила руку к успехам спортсменов. Однако Суетина не прошла конкурсную комиссию, ее выиграла Дулмаева. Решение комиссии это было коллегиальное. Выбрали специалиста, который является на этот момент из двух кандидатов более достойным. Поэтому остается родителям и Валентине Викторовне выбирать, где заниматься, у какого тренера заниматься. Это их право, конечно. Я ее даже не знаю, вы понимаете. Каким образом я должна с ней работать в паре, это умалчивается. То есть, как это вообще? Это натуральные захваты спортсменов. Это однозначно, это дитящее просто их переманивание. Ситуацию прокомментировал министр спорта Бурятии. Для нас самое главное сейчас, чтобы новый тренер в замену вершившего максимально эффективно влился в работу с нашими спортсменами. И мы, безусловно, за этим будем следить и это держать на постоянном контроле. По словам Протасовой, ее спортсмены пойдут за ней. Возможно, если школа Олимпийского резерва не пойдет навстречу, она может потерять потенциальных победителей крупных турниров. Что мы имеем сейчас? Родители обратились к прокуратуру и к главе Бурятии. Илья Балханов, Сарюна Нанзатова, телекомпания АТВ.